Водное поло – спорт быстрых и закалённых. Здесь важна не только техника, но и выносливость. А это, как известно, отличительная черта ветеранов боевых действий. Игра с мячом в бассейне – вид спорта, понятно, не профильный, но для действующих сотрудников это ещё и своеобразный экзамен. Ежегодно в батальоне проводим соревнования по плаванию. И в преддверии соревнований по УВД и МВД мы выбираем самых сильнейших по плаванию. У нас ежегодно выигрывают команды батальона ППС эти соревнования по плаванию. Так что у нас ребята подготовлены, уже знакомы с водой. Команда военно-морского флота, уже сильная команда, уже выигрывает 4-0. 4-0 для боевых пловцов оказалось было только раскачкой. К финальному свистку моряки игровую модель батальона ППС потопили во всех смыслах 8-3. Во втором полуфинале дерзкая десантура начала с места в карьер и уже в дебюте трижды взломала замок на границе зелёных беретов. А затем пограничники освоились и буквально окопались своей штрафной. Ватерполисты цвета хаки сделали ставку на дальние броски. В итоге 4-4 к финальному свистку. Впрочем, в овертайме уже голубые шапочки своего не упустили. У нас были обязательные, вот как у ветерана боевых действий, обязательные мероприятия, связанные с плаванием. То бишь мы сдавали зачёты на 50, на 100, на 200 метров в полной выкладке. Водное поло у нас было не как соревновательное, а как просто такой разминочный процесс. Условная сборная ВМФ в мажоре начала турнир, в нём же и закончила. 6-3 с десантурой в финале и верхняя ступень пьедестала почёта. Что вполне логично. Состязаться с моряками в воде – затея утопическая. Даже для небесного воинства. Максим Васильев, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Сыктывкар.